коллеги добрый день всех приветствую сегодня мы поговорим о том как же сократить таких количество таких комментариев которые были даны ранее о том что голосовые роботы это зло что это сразу спам бан и прочее давайте подумаем о том как же сделать голосового робота естественным чтобы с ним было приятно разговаривать знаете есть иногда такие от клиентов потенциальных клиентов комментарии мол почему вы так долго делать робота почему 2 3 4 5 недель вы берете время когда вот есть на рынке компании многие из них молодые бодрые могут сделать готового робота за два-пять рабочих дней ну это заставляет задуматься что почему так дела обстоят что у них бизнес-процесс улучшить они там в технологиях продвинулись давайте посмотрим что они предлагают у таких компаний входит в разработку вот следующий перечень действий в принципе по первому взгляду неплохой такой набор разве что количество вопросов может быть недостаточно большое но я думаю что количество вопросов можно добавить да собственно вот такой робот он может быть готов за буквально там пять рабочих дней за неделю а что не входит что не входит в разработку быстрого робота перед вами список того что нужно сделать для того чтобы создать качественного робота и на что потребуется больше времени судя по всему список выглядит намного сильнее намного представительнее некоторые могут подумать что ну там многое отсюда не обязательно допустим зачем нам бесшовная скреки синтеза у нас будет только предзапись переозвучивание новым голосом ну зачем это надо мы можем давайте нам сделать один хороший голос и все но практика показывает что когда мы внедряем голосового робота в банке либо в какой-нибудь другой финансовой организации это всегда командная работа это всегда множество мнений это всегда коллегиальное принятие решений поэтому об тестирование голоса скрипта разнообразие разных решений это всегда то что присутствует на интеграции часть из того что здесь перечислено проводится на этапе разработка а вторая часть она внедряется уже потом то есть это то что контролируется на этапе после запуска после разработки когда идет поддержка и контроль качества некоторые из наших потенциальных клиентов приходят с таким вопросом что проведите пожалуйста аудит нашего робота у нас есть определенные проблемы мы внедрили у нас почему-то не все до конца хорошо работает мы изучаем смотрим и видим что в основном это три часто встречающиеся проблемы робот не слышит продолжает говорить то есть он превращается в ту самую раздражающую звонилку да которая очень часто жалуются люди робот не понимает и роботу приходится повторять или человек не понимает переспрашивает его то есть робот не слышит человека да не не знаешь такое перебивание либо третий момент это скучный скрипт когда сразу же буквально с первых секунд озвучивается оффер достаточно книжным дикторским голосом сразу понятно что это робот даже несмотря на то что может быть вам это предложение могло бы быть интересным но разговаривать с таким роботом не хочется потому что ну это робот диалога нормального не получится так уж так уж устроен человек что требует к себе повышенного внимания требует реальности диалога и предпочитает общаться с живыми людьми так вот давайте поговорим о тех моментах этих принципах которые позволяют сделать робот естественно самое сложное наверное для робота это войти в диалог чтобы клиент был готов продолжить разговор чтобы клиент не делал какие-то умозаключения о том что это робот я не хочу с ним говорить все это те самые первые фразы которые озвучиваются достигается это благодаря живой озвучки профессиональными дикторами при этом дикторы не говорят книжным языком они говорят абсолютно естественным языком это бесшовная склейка для озвучивания переменных данных то есть там где синтез и предзапись склеиваются так что звучат абсолютно естественно и мы не чувствуем что здесь какой-то компьютерный голос идут естественные перебивания и паузы и самое главное это то что речь в речи используются ошибки в ударениях слова паразиты паузы внутри реплик то есть речь имитируется натуральная речь да давайте посмотрим как может выглядеть естественное приветствие то есть это один из примеров на самом деле примеров много но он такой достаточно должен дать понять как выглядит естественное приветствие у меня за окном такая хорошая погода надеюсь у вас тоже а записи диалога также предупреждаем отдел просроченной задолженности понимаете да о чем речь понимаю говорите пожалуйста да это и тембр и тон и фразы и все что с этим связано но этого недостаточно сам скрипт должен быть креативным это не всегда предложение в лоб это иногда нужно зайти с задней двери это множество различных тестов фраз вот сейчас до этого фраза которая позвучала она конкретном кейсе дала плюс 30 процентов конверсии то есть она стала самой конверсионной из всех тех фраз заходов которые мы тестировали на этом пилоте чтобы создать креативный скрипт в команде должны быть профессионалы в нашей команде мы берем скриптологов лингвистов с образованием и опытом построения диалоговых систем которые со временем не только становятся лингвистами но и обретает компетенции маркетологов потому что они понимают те фразы которые конвертируют дают больше конверсию соответственно креативный скрипт тоже очень важный момент в том чтобы сделать робота естественно скажу об одном кейсе когда мы достаточно нестандартно подошли к NPS опросу ранее у банка которому мы внедряли сервис была достаточно линейная презентация то есть презентация услуги работа с возражениями ответы на вопросы и при адресации на оператора то есть стандартный такой кейс по продажам часть часть абонентов часть часть клиентов мы оставили на этом кейсе другую часть тестировали на нестандартном подходе мы собирали обратную связь по поводу последней последней интеракции с банком после того как мы получали обратную связь мы продали мы делали оффер мы делаем несколько офферов собрав эту обратную связь ну и соответственно если тот или иной оффер устроил мы переводили на оператора если был отказ то мы категоризировали обратную связь почему клиент отказался до от предложения может быть было недостаточной информации может быть он вообще хочет другой продукт они они тот продукт который мы ему предлагаем соответственно это обратная связь оперативно изучалась банком и на основе полученной обратной связи уже операторы делали второй звонок и предложить предлагали релевантный продукт или не предлагали или работали с претензией связанные с качеством обслуживания несколько моментов о обучении робота да то есть мы сегодня обсуждаем именно внутреннюю часть то что мы делаем для того чтобы наши роботы были естественными необходимо использовать большие дата сайты для ответов на любые даже самые неожиданные вопросы за время нашей работы на рынке уже более шести лет мы накопили огромную базу знаний связаны с ответами на вопросы ну и соответственно также мы используем индивидуальные массивы данных для каждого клиента для каждого продукта соответственно внедряя обучение обучая робота по тому или иному продукту у нас уже есть накопленные базы знаний вопросы ответы по предыдущим нашим клиентам касаемо банковской финансовой сферы и также мы используем генеративные модели для обучения НЛУ потому что не всегда бывает достаточно получить записи разговоров от банка для того чтобы проанализировать данные для составления скрипта большие языковые модели позволяют нам нагенерить на основе полученной информации еще больше кейсов даже каких-то самых может быть редко встречаемых встречающихся для того чтобы робот был максимально обучен то есть там из 200 записей мы можем иметь 10 тысяч ситуаций которые могут встретиться в рамках диалога те или иные вопросы которые могут быть заданы ну и соответственно очень важно проводить об тестировании но не одно а большое количество на уровне сценариев то есть смотреть те или иные тот или иной скрипт сам по себе лучшую или худшую конверсию показывает мы всегда на этапе теста делаем несколько вариантов скриптов на уровне формулировок то есть это конкретные слова фразы предложения абзацы также на уровне озвучивания то будет лучшую конверсию давать мужчина женщина возрастной молодой с диалектными словами или с книжными словами все это глубоко тестируется перед запуском продакшн на уровне пилотного проекта ну робота сделали да и запустили но это еще не все нужно контролировать нужно смотреть так чтобы все работало хорошо и для этого нужны определенные инструменты то есть мало сказать что мы что у нас есть люди что у нас есть инструменты важно показать какие это инструменты что мы конкретно контролируем что в наших руках да для улучшения показателей один из у нас на самом деле есть порядка 25 дешбордов для контроля качества и производительности робота расскажу о некоторых из них вот один из них это анализ повторов анализ повторов когда мы видим что часто происходят повторы мы соответственно понимаем что либо есть ошибка в логике скрипта либо робот неправильно доносит информацию до клиента подобраны какие-то не те фразы и клиент не понимает либо робот не слышит клиента это может быть как в основной фразе так и в дополнительных ветках все эти повторы мы анализируем выявляем и переобучаем робота вероятностный анализ он позволяет с это анализ вероятности те кто работал с роботами прекрасно знают что смысл сказанного или отнесения сказанной фразы человека к тому или иному смыслу интенту определяется с некой долей вероятности вероятность может быть от одного от нуля до там ста процентов чем выше вероятность с которой фраза была отнесена к тому или иному интенту тем точнее робот отвечает на вопрос и наоборот чем меньше вероятность тем больше шансов робота ошибиться определить неверный интент как мы это используем для себя мы строим два дэшборда в одном из них отображаются фразы абонентов которые были отнесены с малой вероятностью например меньше чем целевое меньше чем 90 процентов к тем или иным интентам для них определяем что это за проблема допустим не хватает интентов либо надо пополнить НЛУ для обучения в другом дэшборде дэшборде мы смотрим среднее так сказать по больнице значение вероятности по каждому интенту и если среднее значение маленькое это говорит о том что нужно дозаполнять датасет для дальнейшего обучения робота то есть ведется глубокая работа с тем насколько успешно тем насколько велика вероятность определения того или иного интента еще парочку дэшбордов дефолтный анализ также те кто занимался построением скриптов те кто когда-либо был связан с этим понимают что есть некая дефолтная ветка то есть ветка по умолчанию когда робот отвечает на вопросы не зная как правильно ответить то есть это некая обтекаемая фраза которая может подойти в качестве ответа на любой вопрос при комментарии пользователя задача аналитика увидеть что что это за места в диалогах что мы не можем определить что робот определяет как скажем так соскакивание с общей канвы и понять создать дополнительную ветку скрипте чтобы она не шла по дефолтной ветке или наоборот он видит что какие-то ветки вообще не используются то есть эти ветки можно вообще убрать из скрипта для того чтобы в случае чего там были дефолтные отбивки аномальная длительность звонков то же самое мы можем транскрибировать звук голос понять сколько символов в тексте соответственно понять сколько целевая продолжительность разговора должна быть если есть какие-то какое-то превышение то мы смотрим конкретно конкретно разговоры анализируем и должны в итоге и в итоге приходим к выводу что это эти разговоры длинные разговоры они связаны с тем что что-то где-то кто-то не понимает кого-то робот-человек или человек-робот значит надо что-то там дорисовать в скрипте да либо это просто разовые ситуации когда разговор длился дольше ну интервалы между репликами тоже да большое количество длинных интервалов между репликами показывает что человек может не понимать робота эти места тоже оперативно нами появляются и аналитики с этим работают то есть если отклонение больше чем 2 секунды то речь уже не выглядит естественной да либо какая-то ошибка в скрипте с чем собственно мы сразу же оперативное взаимодействие ну и достаточно быстро про кейсы все-таки стоит рассказать к чему вся эта работа приводит да на кейсах мы здесь не фокусируемся просто верхнеуровневые цифры как я и говорил мы работаем наш основной портфель клиентов это банки и финансовые организации мы соответственно продаем там помогаем продавать потребительские кредиты кредитные карты воронка выглядит следующим образом это вступление попытка заинтересовать презентация работа с возражениями и результирующее действие которое у нас в разном виде присутствует это формирование лида получение согласия на консультацию формирование встречи в офисе ссылка на заполнение анкеты или перевод в лайве на сотрудника колл-центра соответственно уровень дозвона при помощи наших методик мы в ряде случаев достигает у нас до восьмидесяти процентов в среднем это шестьдесят пять конверсия в согласие по онлайн заявкам от шести до восьми процентов и по действующим клиентам конверсия в согласие один полтора два процента при среднем уровне дозвона шестьдесят пять семьдесят также стоит упомянуть про нпс нпс это то с чего мы начинали там где у нас очень большой опыт экспертиза здесь стоит упомянуть о том что мы можем сделать разные нпс опросы простые сложные совмещенные с продажами с достаточно высоким высокой конверсии в дозвон до восьмидесяти пяти процентов что обходится банку в шесть раз дешевле чем работа оператора да то есть вот что что а нпс опросы уж точно надо автоматизировать если где то можно подискутировать еще конкретный кейс как лучше обрабатывать роботом или оператором то нпс опросы здесь я думаю что ни у кого не возникает сомнения что это один из самых массовых кейсов самых скажем так подлежащих автоматизации несколько слов о наших клиентах как я говорил ядро наших клиентов это банки мы официальный поставщик голосовых решений альфа банку и прочим крупным банкам и организациям и финансовым организациям ну и последнее что хотелось бы сказать сейчас организаторы смогут запустить опрос я вижу что он уже появился планируете ли вы в ближайшее время внедрение голосового робота или смену поставщика и второй вопрос хотели бы вы чтобы мы организовали демо робота под ваш проект спасибо пара кратких вопросов ну не секрет что на рынке у нас достаточно много компаний которые предлагают истории с голосовыми роботами да вот если там кратко вот ваше принципиальное отличие чем вы лучше может быть хуже других решений ну моя презентация вся была о том что когда когда задают вопрос чем вы лучше да я говорю мы делаем качественно для того чтобы рассказать что доказать это подтверждается какими-то объективными данными то есть вот у вас уровень дозвона выше у вас конверсия выше то есть вот там объектив под этим какая-то есть у нас очень высокий уровень дозвона у нас достаточно высокие конверсии я эту всю информацию показал уровень дозвона достигает восьмидесяти процентов конверсии в продаже банковских продуктов до восьми процентов что что подтверждает достаточно большой клиент большой клиентский портфель состоящий из банков в том числе нашим клиентом является один из банков которые входят в топ-5 российских банков дозвона может быть конверсия